Дорога Чем чаще мы обращаемся к мифам и легендам древних народов, тем более убеждаемся в том, что каждый из них имеет какую-то вполне реальную основу. Ну, это прежде всего знаменитая легенда о всемирном потопе, которая буквально обошла все страны и континенты, отразилась в мифологии всех, без исключения народов мира. Но когда мы говорим о исторических катастрофах, отраженных в мифах и легендах, мы прежде всего вспоминаем знаменитую книгу книг, книгу бытия, Библию, в которой эти катастрофы и отражены. И сегодня речь пойдет о трех, пожалуй, самых запомнившихся мифах из этой великой книги. Это прежде всего миф о всемирном потопе, это знаменитые 10 египетских казней и исход евреев из Египта. И, наконец, что особенно хорошо вспомнить здесь, на берегу Мертвого моря, это гибель Содома и Гаморры за грехи, которые вот где-то за моей спиной здесь навсегда и погребены в Мертвом море. И вот я наведу на Землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на Земле, лишится жизни. И продолжалось на Земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на Земле, и ковчег плавал по поверхности воды. В настоящее время определенный тип потопов наукой преднается. Это потопы, связанные с прорывами ледниковых подпробных озеров. Как теперь известно, Евразия подвергалась огромному ореденению. Сушу и континентальные шельфы Баренцева, Карского и других морей покрывали ледниковые щиты. Так, в современной Антарктиде эти покровы имели толщину тогда более трех метров. Ледниковые щиты перегораживали крупнейшие реки, текущие в Северный Ледовитый океан, включая такие гиганты, как Обь, Енисей, Лена. В результате в бассейнах этих рек возникали так называемые подпрудные озера, а сток из них поворачивал уже не на север, а на юг и запад. И чем больше были озера, тем грандиознее были потопы, возникавшие при их прорывах. Миллионы кубометров воды, обладавшей огромной энергией, проносились со скоростью 30-40 метров в секунду. Эти ложбины, как гигантские шрамы, длиною сотни километров, а глубиной до 160 метров каждая. Здесь вы видите более тонкую скульптуру рельефа. Вы видите, как эти озера все разлинованы ложбинами и грядами. Они прямолинейны, потому что вода текла очень быстро. Быстрая вода с высоким уровнем поток. Вода эта преодолевала препятствия, такие, например, как горы Южного Урала, восток 200-250 метров и вполне могла попадать в бассейн Средиземного моря. Все это позволяет предполагать, что, проходя дальше в Черное море, в Среднюю Европу, в Северное, Северо-Восточное Средиземное море, где находились очаги древней культуры, и что эти очаги, острова, эти древние города, поселки и так далее подверглись внезапным наводнениям колоссальной силы. Так что я лично связывал бы вот эти мифы о потопе с проявлением вот таких вот катастрофических явлений в Евразии. Все-таки, когда смотришь на карту Евразии, трудно себе представить, что такие огромные просторы, как Сибирь, Казахстан, вообще весь евразийский гигантский континент могут быть преодолены этими массами воды, как бы велики они ни были и достичь Средиземного моря. Не менее интересной представляется модель, что все-таки главную роль играла так называемая тектоника, то есть землетрясения, прорыв океанических бассейнов через губнувшие горные хребты, взаимодействия между плитами. Ведь не случайно, что миф о потопе в той или иной форме отразился в легендах всех народов мира. Нет просто какого-то стихийного бедствия. Есть причина потопа – это то, что человек отошел от ути творца. Открывается творец Ноху и говорит, предупреждай людей своего поколения, что через 120 лет будет потоп. Что он делает? Он сажает деревья и выращивает их. После этого он рубит их и начинает строить ковчег. Спрашивают у него люди его поколения, что ты делаешь? Что за лодочка? Здесь же пустыня, нет воды. Он говорит, творец обещал, что если ему неисправен свои пути, то он пошлет потоп и смоет все живое с земли. Говорят люди, ты мной со своей семьей хочешь спастись? Мы по щепочкам разнесем твой ковчег. Отношения между соседями, как мы видим, были такие же доброжелательные, как и сейчас. Но сам-то ковчег был не так уж велик, суля по описанию. 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Но в метрах это в два раза меньше примерно. И вот туда Ной ухитрился упихать фактически всемирный засад. Ну а в дальнейшем было все как сейчас. Одни строили, остальные либо развлекались, развращивали, либо просто занимались злодеевами. И тогда извратила земля свой путь. То есть человек, вершина творения, он пошел искать все удовольствия, которые есть в мире. Так вот Ной сделал из себя праведник. Те пары животных, зверей, птиц, которые пришли к ковчегу Ной. Это те, которые остались верны тому закону, который дал творец. То есть написано в Таре, причина потопа. Не может человек безнаказанно нарушать волю творца, нарушать свое предназначение. И усилилась вода на земле чрезвычайно. Так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. Затопление всей земли там, подъем воды там выше вершин гор и так далее, это вещи нереальные и непохожие. Для жителя, скажем, двуречья, там подъем воды там в реке на нескольких метров означал, ну, всемирный потоп. Нигде не видел берега, это все было зато. Вот. Я думаю, что в Библии был запечатлен лишь отзвук реального события вот таких потопов. Ну, все-таки масштабы-то потопы, наверное, были поболее, чем 2-3 метра превышения. Потому что не только двуречья. Ведь, смотрите, в Библии указывается и на гору Арарат, которая привила так ли и на чековчег, и на какие-то другие географические пространства. Так что подъем воды, наверное, был значительным, все-таки большим. Ну, а что касается самой легенды о потопе, это не единственный пример отражения реальных событий в легендах народов мира. Не меньше интерес с точки зрения современной науки вызывает, например, ну, вот исход евреев из Египта и гибель войска фараона от катастрофической волны войска, которое гналось за беглецами. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. Итак, 15-го Несана 2448-го года от сотворения первого человека на рассвете выводит Моше Робейну Моисей, еврейский народ из Египта. И вот перед ними море, сзади них гонится армия фараона, с правой и с левой стороны из пустыни приходят звери. И закричали евреи. И обращается в молитве Моше к Творцу. И отвечает ему Творец, что ты вызываешь ко мне? Говори к сыновьям Израиля, чтобы они пошли. Куда пошли? Перед ними вода. И вот находится один еврей, Нахшон Бен-Аминадав. И он входит в море. И вот море ему доходит до губ. И вот море ему доходит до ноздрей. И он делает еще один шаг. И перед ним море рассекается, как змейка на свитере. Ну вот перед нами не что иное, как детальное описание так называемого цунами. То есть огромной волны, которая встает из моря или из океана в результате сильнейшего землетрясения. Интересно, что в 1999 году вот это было сильнейшее землетрясение в Турции, и японские исследователи, которые занимались опросом свидетелей, наткнулись на очень интересное свидетельство турецкого рыбака, ловившего рыбу в мраморном море. Не знаю, читал ли рыбак книгу «Исход», но события, произошедшие в Изминском заливе, его глубоко потрясло, потому что то, что произошло с ним, точно совпало с библейским описанием. Лодка, в которой он находился, вдруг начала опускаться вместе с морем. Он видел, что сидит на сухом дне, а по обе стороны от него стоят гигантские стены воды. А потом эта вода начала подступать к рыбаку и также медленно подняла лодку. Он снова оказался на поверхности моря. Вот это явление было проанализировано. Раскрывшиеся трещины в дне моря, они привели к тому, что вода в большом количестве хлынула в эти трещины, то есть и осушила дно. То есть если поток был достаточно велик, то в канале такие вещи смоделировать можно, действительно, открыть в канале большое отверстие, вода туда хлынет, и в какой-то мере, ну, так сказать, решетку, типа там сито, друшлака, и окажется такое осушенное дно. Потом оно, так сказать, снова заполняется водой. Чудо, которое произошло при рассечении моря, это было не для спасения евреев, а для того, чтобы получили наказание египтяне. Объясняется так, что в зависимости от того, насколько злодеи были египтяне, такой вид смерти они получали. Те, кто были самые большие праведники, они шли как олова. Те, которые были похуже, как камень. Те, которые были самые плохие, как солома. Погружались и поднимались, погружались и поднимались. Латы тяжелые, колесницы тяжелые. Естественно, они должны пойти ко дну. Творец делает особенное чудо, то, что их выбрасывает в море на берег. И сказано, что евреи от этих драгоценных лат и от этих украшений колесниц обогатились. Но главное, что они увидели, что их надсмотрщики мертвы. Тогда воспел в ушей и сыновья Израиля песню Творцу. Кстати, о географии исхода. Почему-то принято традиционно считать, что Моисеев был свой народ вдоль берега Красного моря. Ну и куда бы они пришли, к центру Африки. А ведь все основано только на том, что Ямсуф на Арамейском – это Красное море. Но Суф не только Красный по-арамейски, это еще и тростник. Поэтому Моисей ввел свой народ все-таки, чтобы привезти туда, куда они пришли, не вдоль берега Красного моря, а вдоль берега Средиземного моря. Ибо неподалеку от Александрии существовала огромная лагуна, которая так называлась Ямсуф – часть Средиземного моря. Она описана у римского географа Страбона, кстати сказать. Но и на самом-то деле они шли на восток. И с ними и произошла вот эта история с цунами, которая возникла именно в Средиземном море. В Средиземном море очень большой каталог древних цунами. Там хорошо записывали все события с давних пор. Вообще количество цунами в древние времена в Средиземном море было достаточно велико. И очень может быть, что именно в это время, в период осушения, Моисей мог вывезти своих людей по Сухому морю, которое потом снова покрылось водой. Итак, цунами. Гигантская волна, возникающая в результате сильного землетрясения, которое и погубило войско фараона. Ну а что касается деталей, что все евреи спастись, все египтяне погибли, что там каждое колено Израиля шло по своему проходу, оставим все эти детали все-таки на совести рассказчика. Но есть еще одна легенда, вызывающая не меньший интерес с точки зрения современной геологии. Это легенда о внезапной гибели библейских городов Содом и Гаморра на берегу Мертвого моря, где до сих пор стоит гора Сдом. И посмотрел к Содому и Гаморре и на все пространство окрестности и увидел. Вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Я думаю, что громадное большинство археологов согласно с тем, что города Содом и Гаморре находились недалеко от горы Сдом, на том месте, где сегодня находятся испарительные бассейны заводов Мертвого моря. А где же расположена сама Гороздом и все Мертвое море? Вот если мы взглянем на карту спутниковой съемки Израиля, то мы увидим, очень наглядно, кстати, что вдоль всего побережья Среди Обного моря, то есть с севера на юг, по восточной границе Израиля практически проходит огромная трещина. Это так называемый трансформный разлом, мертвоморский он называется, который рассекает твердую оболочку земли и эсосферу насквозь. На север он идет от горы Сдом, потом он идет по долине реки Иордан, потом через озеро Кенерат, потом снова по Иордану, потом он идет через Мертвое море, как раз где лежат Содом и Гоморра, и дальше он идет по обрыву вдоль пустыни Негев, и на юге он ныряет в районе залива Иллад под воды Красного моря. Если я с вами не полагаю, что этот разлом, как показали исследования вот Арии Гелата и Маис, с ним вместе, у нас большая работа на эту тему есть, что эта трещина преобразуется в так называемый рифт, то есть расширяющуюся трещину, где когда-нибудь будет новый океан. Ну и вдоль, естественно, этой трещины возникают землетрясения, вулканические извержения, проявление соленокупольной тектоники с резкими солевыми вотими выделениями и прочее, прочее. Это вполне могло привести к гибели Содома и Гоморры. За время нашей работы в окрестностях горы Содом мы нашли очень многочисленные следы землетрясения. Это зияющие трещины, причем некоторые из них длиной до трех километров, а глубиной, ну так же человек может влезть туда на глубину 15 метров. Мы обнаружили следы раздробленных, пород, причем иногда были четкие картины взрывов. В зоне соприкасающихся блоков, в глубинных трещинах образовывались жидкости, вода, растворы, гидротемальные рассолы. Все это выталкивалось наружу, причем температура их была очень велика, 150-200 градусов, и они на поверхности сняли с собой горючие газы, прежде всего метан. Попадая в зону атмосферного давления, вода мгновенно превращалась в пар. И расширалась в объеме до 2000 раз, то есть вызывала как бы взрыв. Кроме того, происходило самовозгорание газов, и возникал огромный пожар. Представляете картинку? Мы думаем, что эта картинка имела место как раз и при землетрясении, которое погубило города с дома Гамора. Особенный разговор, что произошло в городах. Содом, Гамора, Адма, Цваим, Цор. Особенные законы были в Содоме. Уже есть известные выражения, которые мы все знаем. Содомский грех. Содом. Какие законы были в Содоме? Если приходил нищий в Содом, то все люди давали ему монеты. Но он приходил с этими монетами в магазин, ему не отпускали. Он хотел выйти из Содома, его не выпускали. И тогда все ждали, когда от голода он умрет. И когда он умирал, каждый приходил, брал свою монету, но они снимали с него одежду и делили. Тот, кто хочет все, что есть из мира, взять себе, он понимает, что он выталкивает Творца из своего мира. И тогда как наказание, то, что Творец обрушивает на него огонь серу. И пролил Господь на Содом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба. Серость неба как-то не падает. Никто такого никогда не видел. То, что называют запах серы, это обычно запах сероводорода. Сероводородных источников там много. А при землетрясении выбросы газов, в том числе и сероводорода, горючего, кстати, газа, очень увеличивается, очень усиливается. Так что могло быть землетрясение и гигантский пожар горевших газов с запахом серы. Ну, а что касается адского запаха серы и внезапного пламени, охватившего оба города, тут тоже нет ничего сверхъестественного. Это тоже результат землетрясения. Ну, вот, например, уже как бы почти в наши дни, в этом случае в мои, да, в 1927 году во время знаменитого Ялтинского землетрясения свидетели отмечают, что море горело и был запах серы. Не море горело, просто выбросы метана из глубинных трещин привели к тому, что, во-первых, появилось огромное количество сероводорода и был запах серы, а во-вторых, метан, горючий газ, он моментально воспламенился и возник гигантский тоже пожар, причем горело море. Поэтому то, что описано в гибели Содома и Говора, абсолютно укладывается в геологическое описание. Но тут есть еще одна деталь интересная из библейского описания. Дело в том, что семья Лота убегала не по равнинке, где можно удирать гораздо быстрее, хотя бы на юг, от проклятого места как можно быстрее и как можно дальше. А они полезли на гору, и именно там жена Лота, оглянувшись, превратилась в соляной стол. Туристские гиды до сих пор показывают скалу, чуть-чуть наклоненную, которая напоминает немножко бюст человеческий. И говорят, что вот это окаменевшая жена Лота. Но правда, когда происходит очередное землетрясение, приходится выбирать вместо упавшего столба какой-нибудь другой, но это уже детали туристского бизнеса. Наука, которая исследует мир, она никак не противоречит тому, что творец сотворил этот мир. Но когда наука надевает на себя тогу того, кто может объяснить все то, что происходит в мире, она даже не посягает на тот вопрос, чтобы ответить, для чего это все сотворено. И поэтому многие ученые и в еврейской традиции, и не еврейской, они были глубоко верующими людьми. И это не мешало им исследовать мир. Итак, на этих примерах мы видим, что каждый из этих знаменитых мифов имеет вполне реальное научное объяснение. А сколько этих мифов еще не расшифровано? В связи с этим мне вспоминается забавный случай, который несколько лет назад произошел со мной в Израиле, когда на одной из моих лекций несколько уважаемых раввинов обрушились на меня с обвинениями, что я пытаюсь чудо Господне объяснить с позицией нынешней прагматичной науки, что является богохульством. Я вам не должен благ спросить, уважаемые господа, вы что, считаете, что Бог хуже нас с вами знает устройство земли? Конечно, нет, ответили они. Тогда почему же он не мог сделать чудо так, чтобы мы могли найти этому вполне разумное объяснение? Небеса ли виной или местная власть от какой непонятно причины? Мы куда бы ни шли, нам туда не попасть ни при жизни, ни после кончины. Для чего ты пришел в этот мир, человек, если горьк твой хлеб и недолг твой век и дано тебе сделать немного, что ты нажил своим непосильным трудом? Ненадежен твой мир и непрочен твой дом, вся дорога, дорога, дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова